Как сделать так, чтобы ружье никогда вас не подводило? Убрать следы горения порохов. Страдануть по полной уже на охоте. Зато настроение подымается сразу, да? Хороший охотник ствол никогда не растянет. Пацаны, все зависит от смазки. Капнуть на оси, где у нас вращается курок. А долго хватит? Ну, полагаю, лет на десять. Да, два кассаря на десять лет? Да, тогда нормально. А чтобы ваши выстрелы были более точными, подписка на канал увеличивает это на 50%. Примерно. У кого-то и больше. А лайки на сколько? На 70. Всем привет, это новый выпуск на нашем канале. И этот выпуск будет посвящен очень интересной теме. Мне вот пришло сообщение, в котором пишут, друзья, давайте вместе поможем нашему коллеге разобраться с проблемой. Инерционное ружье Impala Plus, а это мое самое любимое ружье, я с ним ходил на охоту, и никаких проблем никогда не было. Пока было тепло, было все идеально. Как только наступили морозы, оно перестало перезаряжаться с первого выстрела. Вот, поэтому мы решили сделать на эту тему отдельный выпуск и помочь этому человеку, а также всем остальным, которые сталкиваются с такой проблемой. Как сделать так, чтобы у вас ружье никогда вас не подводило. Как за ним ухаживать, как его смазывать, смотрите прямо сейчас. Саня, здорова, блин, приятно видеть тебя в магазине. Магазин сети Охота Актив мы все время здесь снимаем, и сегодня мы здесь оказались не случайно, потому что тема животрепещущая. Зима на улице. Сезон охоты. Правильно, мороз, это же стихия охотника, это мороз, снег, чтобы задувало, чтобы страдануть так по полной уже на охоте. Андрей Сергеевич звонит, прикиньте. Андрей Сергеевич, на громкую тебя включил, мы тут вот под камерами стоим, снимаем. Знаешь на какую тему? Зимой у людей бывает, оказывается, ружье заедают. Мы решили посмотреть, что в магазине есть по маслам, по чистящим средствам. Что скажешь? Это на самом деле очень важно, потому что чем точнее подгонка, тем более инерционного ружья, тем большего ухода оно требует. Тем более это относится к нашей полосе, когда температурные перепады очень большие. Когда мы выходим на охоту, у нас, допустим, 0 или плюс 1, а когда, допустим, расставляешься на номера на снегоходе, температура чуть упала, прихватил морозец, и ружье может дать осечку. Это ты по собственному опыту рассказываешь, я так понимаю, так ярко рисуешь? Конечно, конечно. Нужно обязательно на номере иметь какой-нибудь баллончик, либо ВД-40, либо какое-то масло, именно для того, чтобы при выстреле не было замерзания, не было задержки, осечки. Все зависит от смазки, ребята. Ребята, все зависит от смазки. Пацаны, все зависит от смазки. Ну ладно, пока у нас зрители не уснули, давай мы им покажем, покажем всем осла, расскажем реально, и вдруг это будет кому-то полезно. Надеемся, что это будет полезно, потому что это все-таки по факту, это важный вопрос. У тебя есть один шанс, может быть два, выстрелить и попасть, либо не выстрелить и не попасть, правильно я говорю? Да, либо выстрелить, попасть, а потом бегать за лесом. Да, там еще не дай бог в лесу заблудишься, так вообще, пиши пропало, да? Тут будет такая вставка, да я ору. Там такое видео вообще. Кстати, вот недавно в офисе у вас человек там выбирал, смотрел ружье, и он говорит, я весь YouTube просмотрел, не нашел нормального ролика поэтапно, где показано, как реально грамотно смазать ружье, какие использовать масла и так далее. Давай попробуем этот недостаток исправить. Давай, давай. Все, давай, на связи, пока. Ну все, старший товарищ, одобрили, значит, нашу затею, Сань, веди нас к стенду, где масла. Какие масла? Ладно, Сань, давай, поехали. Это все масла, правильно? Это все масла, это все химия, которая помогает нам содержать наше оружие в порядке, в общем. Есть масла, которые агрессивные, есть масла, которые нейтральные, есть средства, которые помогают вообще удалить все масла. Что у нас вообще здесь представлено на этом стенде? Линейка Брунекс, это под любую температуру до минус 50. А чем это отличается от всего, что ниже, вообще, как понять, это какое покупать? Есть масла универсальные, ты не хочешь, например, задумываться, чем чистить, чем смазывать. Но оно такое все равно универсальное. Универсальное, оно и есть универсальное, оно как бы делает все дела наполовину. Вот. И уже есть более профессиональные наборы. Вот они представлены, линейка Ремингтон. Совершенно недавно у них появилась такая серия с частичками тефлона. Тефлон – это полимер, который обладает очень низким коэффициентом трения. Когда между трущихся поверхностей такая частичка попадает вместе с маслом, она просто-напросто снижает это трение между… Да, тефлон. Но перед применением такой тюбик надо все время стряхивать, чтобы он был в взвесе – тефлон. Также есть такие составы, которые более агрессивные. Они служат для того, чтобы, например, убрать следы горения порохов. Когда порох горит, это всегда давление, плюс несгораемые продукты. Это где-то 2-3-4% в зависимости от марки пороха. Чтобы убрать эти все нагары, вот существуют как раз вот такие агрессивные масла. Но с ними надо очень аккуратно обращаться. Их надо после их действия, как нанесли, обязательно надо убирать. Потому что они доели, например, частички пороха несгоревшего, они примутся за металл. Потом, как мы все убрали, нам необходимо смазать механизм. При трении… Я правильно понимаю, что мне нужно масла иметь на 2 косаря купить? Это если ты хочешь профессионально ухаживать за своим оружием. Ты можешь доверить полностью свое оружие какому-нибудь универсальному маслу и… Но по-хорошему… Ну, по-хорошему, да, лучше. Такое и вот такое. Да. Лучше взять полный набор. Тем более, если ты, например, готовишь оружие к консервации. Надолго хватит. Или раз консервируешь. Ну, полагаю, лет на 10. А, 2 косаря на 10 лет? Да. Ну, тогда нормально. 2 тысячи, и ты профессионально оборудован маслами для своего ружья. Да? Да. Ну, основная затрата маслов и чистящих средств у нас идет перед подготовкой оружия к консервации. Когда, например, сезон охоты заканчивается, и ты оружием точно не будешь пользоваться, ну, там, 5 месяцев, там, 3 месяца или что-то, то его надо законсервировать. Тогда тебе лучше взять комплекс, чем заливать его универсальным. Потому что универсальный, он у тебя будет тратиться, тратиться, тратиться. Хорошо. С маслами все понятно. Чем эти масла наносить? Есть приспособления для чистки. Такие известные названия, как шомпол. Шомпол. Да, патчи. Уже готовые. У нас транзишены, переходы, да? Да, 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 да. Трудно разговаривать. Есть уже готовые наборы. Есть более профессиональный набор. Есть менее профессиональный. И есть такие более простые наборы для ухода за ружьем. Под разные калибры. Потому что диаметр ствола у каждого калибра разный. И тебе очень трудно будет патч, например, 12-го калибра затолкнуть в 20-й калибр. Но это можно. Но это грозит какими-то все-таки деформациями, дефектами. И плюс, ну, лишняя нагрузка на шомпол тоже, ну, ему жизни не прибавляет. Можно, например, смотреть также. Взять, например, набор для 12-го калибра. А у тебя появился 16-й. Можно просто докупить отдельно патчи. А, вот здесь есть еще. Да, чтобы еще один набор не покупать. У тебя шомпол примерно диаметром где-то, ну, миллиметров 7. Довольно-таки толстый. И ты на него уже можешь все накрутить. Для гладкоствольных. Это все, что хочешь, все накрутить. Да. Для нарезных уже, соответственно, свои шомпола идут. По обзору вроде все понятно. Угу. Все выбирают по карману и по задаче. Ты бы какой порекомендовал выбрать? Я бы порекомендовал золотую середину выбрать. Вот как раз набор ремингтон. Вообще, Саня, я предлагаю нам с тобой взять и какое-то ружье. Вот мы уже с тобой подготовили. Вот абсолютно новое ружье. Что с ним нужно сделать? Как его смазать? Какие использовать для этого инструменты? Довольно-таки известная проблема, когда вот именно человек только купил ружье, сразу пошел с ним на охоту. У него возникли проблемы. Потому что завод-изготовитель, прежде чем выпустить ружье, он же не знает, какие климатические условия это ружье ждут и тому подобное. Ему нужно все-таки ружье в целости и сохранности донести до потребителя. Для этого используются консервационные смазки на заводах. Как вредит это масло? Во-первых, на морозах оно твердеет. Во-вторых, когда во время стрельбы все равно же продукты горения порохов остаются. И вот эти продукты им проще налипнуть на липкие части деталей. И там они будут скапливаться, скоксовываться, мешать механизму для работы. В общем, по факту надо удалять, правильно? Надо удалять. Вот как раз нам помогут эти средства. Первое, что нам потребуется, средства для удаления всех видов маслов, как обезжириватель. Дальше, когда у нас мы поохотились, нам необходимо будет удалить нагар, продукты горения порохов. И следующее масло, вот как раз оно есть в двух вариантах. Есть спрей. Они как служат эти масла для консервации, так и для смазки, для лучшего скольжения и тому подобное. GoPro, снимай видео. О, она ручная. Камеры пошли разговаривать, можно с ними разговаривать. Давай ты скажешь. GoPro, снимай видео. GoPro, снимай видео. Та-дам. Офигеть. Вот прогресс, а. Не говоря, ты смазывать, смазывать. О, не говоришь, она сама смазывается. Когда такие ружья пойдут, когда искал. МПО+, смажь все сама. Она чик-чик-чик, все сделала. Самое главное, самое первое, это надо подготовить поверхность стола. Стола. Стола или ствола. Стола. Подойдет, в принципе, любая тряпка, которая способна впитать масло. На клеенке не советую делать, потому что она будет скользить и не очень удобно будет. Надо нам сделать неполную разборку этого ружья. Для этого снимаем, откручиваем гайку, снимаем цевьё. Необходимо сначала завести эту модель, потом повернуть ручку и извлечь сам затвор. Мы удаляем два штифта, которые крепят УСМ. Можешь обратить внимание, сколько там масла. При низких температурах это всё застынет и уже будет трудно работать самому УСМ. То есть, по-любому надо почистить всё, когда купил ружье. Да, конечно. Смотри, ещё такой совет, когда, например, ты извлекаешь УСМ, есть там очень много пружин, есть мелких деталей. Если ты, например, знаешь, что это всё обратно не соберёшь, то лучше обратиться к специалисту-оружейнику. Тогда лучше сюда не лезть. Подожди, а есть какая-то такая услуга, чтобы вам почистили ружьё? Да, конечно. А у вас в магазинах есть Охота Актив? Затрудняюсь сказать. Магазины Охота Актив. Вот у нас неполная разборка выполнена. Необходимо будет подготовить вот такие тряпочки. Небольшие. Главное, чтобы этот материал впитывал. Следующий шаг как раз нам необходимо удалить консервационное масло. Для этого мы используем обезжириватель. Наносим на тряпку. Он легко испаряется. Надо использовать в легко проветриваемых помещениях. Хорошо проветриваемых помещениях. Кими довёл. Ага. Да. Так. Зато настроение подымается сразу, да? Видишь, где у нас вот скользит сам затвор. Здесь тоже очень много масла. И там, когда налипнет грязь, под действием у вас затвора, ещё у нас как суется там. Необходимо этот полос просто-напросто тоже протереть. Затвор также надо разобрать. У нас ударник освобождается. Извлекаем копир. Видишь, всё в масле и очень туго всё выходит. Все вот эти детали тоже протереть, правильно? Да, конечно, конечно. Вот. И сама личинка затвора. Также есть пружина. Также с УСМа убираем всё. Если есть компрессор, просто-напросто продуть. Все детали обезжирены и готовы к нанесению масла. Берём наше масло. Что вот мне нравится в этом тюбике, например, тут очень просто добраться до содержимого. Самое главное в этом не наносить очень много масла. Масло должно на детали оставлять еле заметный след. Это когда мы готовим ружьё к охоте. Смотри, у нас вот поверхность эта обезжирена. Её, конечно, защищать не надо. Но всё равно я тебе хочу показать, как действует это масло. Он должен быть еле заметный след. Всё, этого достаточно. Масло рассчитано до температур минус 50 градусов. Если есть, например, компрессор, то необходимо просто сделать пару прысков на УСМ и разуть компрессором. Тогда масло полностью проникнет во все трущиеся поверхности. А здесь нам будет достаточно просто, например, капельки капнуть на оси, где у нас вращается курок. Так, и собираем затвор в обратном порядке. Каждую деталь также протираем масляной тряпкой. Берём ствол непосредственно. Импала. Импала. Интересно, это сдирает люди, когда покупают или нет? Наверное, да. Она яркая довольно-таки. Более яркая для того, для ружья. Ничем не повредит. Интересно, у вас есть владельное ружьё Импала Плюс? На какой день вы содрали вот эту наклейку? Интересно, не знаете. И вообще, содрали ли её? Пишите в комментариях. Теперь нам как раз вот понадобится сам шомпол. Что у нас присутствует в этом кейсе? Вот такой витой ёршик нам нужен для удаления свинцовки со ствола, потому что некоторые патроны, которые бесконтейнерные, они свинцуют ствол. На стволе остаются следы от дроби, как бы намазанный свинец. Вот этот помогает как раз чистить этот свинец. После вот такого какие-то мелкие участки свинца всё равно могут остаться, и можно его добрать вот таким латунным ёршиком. Он довольно-таки мягкий и не попортит внутреннее покрытие ствола. Следующее мы смахиваем какое-то лёгкие загрязнения уже опять же со ствола, и финишная протирка. Следующим этапом идёт нанесение масла. Мы смачиваем этот тампон по периметру, надеваем его с помощью переходника на шомпол, и просто-напросто проводим по стволу, тем самым формируя защитный слой. Нам просто нужно сейчас снять консервацию. Уберём те масла, которые у нас как раз в боевых упорах скрываются. Так, следующим нашим действием как раз будет обезжириться внутреннюю поверхность ствола. Очень туго идёт. А хороший охотник ствол никогда не растянет. Так, заходит, заходит, заходит. Заходит. Вот как раз у нас такой переломный здесь момент. Боевые упоры чуть-чуть мешают. Вот у нас выходит грязь. Может даже ещё раз, да? Да, можно ещё раз. Мы можем приступать к следующей части чистки. Это у нас как раз смазка самого ствола. Также здесь стволы все хромированы, но это не защищает вас от коррозии. Хром, он по себе очень довольно-таки прочный, но по своей структуре он выглядит как чешуйки. При эксплуатации, во время эксплуатации, если не защитить это покрытие, то активный водород может проникать под эти чешуйки и откалывать их, соответственно. Так что нам после каждой охоты надо не лениться, а очистить ствол. Чтобы не было сыпи, потом раковинь, соответственно. Такое приспособление нам поможет, чтобы можно было вот эти войлочные патчи надевать. Мы смазываем его по периметру, вставляем и вставляем в ствол. Тем самым по стволу сейчас формируется защитный слой масла. Все. Лучше сделать несколько проходов таким патчем, и мы будем уверены в том, что наш хром, наш ствол защищен от любой коррозии. Без проблем. Дунайте, вывалите. Да ты что, легких не хватит. От себя. От себя, да. Тогда вывалюсь я. Следующим у нас действием мы наносим как раз масло в наружную часть ствола. Это масло подойдет как для консервации, так и для просто чистки после каждой охоты. Все, у нас ружье полностью подготовлено. Мы теперь знаем, что наше масло нам не будет мешать, а только помогать. И оно плюсом еще будет защищать те металлические открытые части. Здесь уже есть, конечно, у нас слой как раз воронения, которые препятствуют коррозии. Но все равно его свойства также необходимо поддерживать маслами. Наше ружье готово, можем идти на охоту. Ну вот разве с таким ружьем кто-то придет на охоту? Ствол отдельный, конечно. Давай соберем. Давай соберем. Как полагает. Полный комплект. Ну что же, спасибо, Саш, большое, что рассказал, как это все сделано. Прочистить, как подготовить к зимней охоте, к зимнему сезону. Ну и самое главное, надеемся, что вот эта проблема у человека, который писал, что он не перезаряжает на морозе, она, если провести вот эти процедуры, должна автоматически разрешиться. Правильно? Да, конечно. Ну и также для мороза, для нормальной работы инерционки, необходима, соответственно, нормальная отдача. То, что у нас, например, они перезаряжают в теплой погоде, там, например, 24-28 грамм, в морозе реакционные свойства порохов уменьшаются. Для этого, для уверенной работы, все равно необходимо использовать уже такие патроны, как 36-34 граммов, ну и магнум, соответственно. То есть, надо еще обратить внимание. Да, также, также, да. После сезона охоты, для подготовки к консервации, выполняются все те же самые манипуляции, но на тряпке масло должно быть чуть побольше. Побольше? Да, чтобы слой все-таки был побольше. Ну ладно, надеемся, что ваша охота будет удачна, что вы хорошо подготовите ваши ружья для того, чтобы привести больше трофеев и больше добычи, и у вас не будет никаких осечек, все будет работать как часы. Секунда в секунду. На хороших вам попаданий и удачный охот в этом году. А чтобы ваши выстрелы были более точными, подписка на канал увеличивает это на 50%, примерно, у кого-то и больше. Правильно я говорю? Да. А лайки на сколько? На 70. Подписка, лайки и ваша охота 100% сложится удачная.